Друзья, это Алекс Сенцевич и мы снова в программе «Взгляд изнутри». «Взгляд изнутри» — это программа, которая говорит о насущных проблемах нашего общества. И сегодня мы хотим поговорить о свободе. И в рамках этой темы я пригласил сегодня гостя из Беларуси, ибо там сегодня очень остро стоит этот вопрос. И сейчас я попробую подключить нашего дорогого гостя к нашей трансляции. Так, значит, я хочу представить в первую очередь тебя. Значит, я разговариваю на тему свободы. Наша тема — что такое свобода. Да? И мой гость — это Сергей Миленец из Минска, из Беларуси. Я скажу два момента, которые я точно знаю о тебе, а остальное ты немножечко о себе расскажешь. Я знаю, что Сергей является отцом семерых детей, что немаловажный факт. Вопросы свободы, потому что он ответственный за семерых, с женой восьмерых человек, для того, чтобы им тоже позволять находиться в какой-то свободе. Кроме того, Сергей является волонтером культурно-просветительской организации, которая называется из-за по-русски «Асет». А вот, что в переводе с английского обозначает, значит, работа с людьми, значит, просвещая их о спиде, о здоровом образе жизни и все остальное. Сергей, вот это коротко, что я смог рассказать тебе. Пожалуйста, расскажи о себе поподробнее. Ну, на самом деле, занимаюсь разными интересными моментами по жизни. Вообще, не люблю сидеть на одном месте. И уже лет, я не знаю, 18-20 занимаюсь творчеством, сочиняю песни, пишу, пою их, выступаю. В последних, наверное, полтора года начал больше писать стихотворения. Я увидел, что есть какая-то определенная такая прослойка людей, которые и стихи любят, и стихи читают. Поэтому решил не только песни, но и стихи тоже. Плюс есть у нас особая такая группа, суполка по-белорусски, многодетных родителей, где мы друг друга поддерживаем, различные мероприятия тоже проводим. Например, «Колосы под серпом твоим». Это арт-фестиваль для детей из многодетных семей, которые сироты, которые живут, приемные дети. Это такие ребята, у них не так много возможностей проявить себя. И у них есть возможность и спеть, и какие-то танцы показать, и рисунки нарисовать. Сейчас еще есть один момент, которым я тоже начал заниматься. Это люди без определенного места жительства. У нас их называют бомжами, которые нечего кушать. И есть люди, которые их кормят. И для того, чтобы их кормить, надо где-то находить продукты, надо находить деньги. И я тоже этим занимаюсь, помогаю, пытаюсь найти финансы и организовать им какую-то помощь для того, чтобы три раза в неделю на выходных, пятницу, субботу, воскресенье, чтобы у них была возможность прийти покушать и во что-то одеться. Сейчас у нас очень холодная зима, почему-то до минус 25-ти бывало. Плюс у нас есть очень неприятная обстановка на улицах. Буквально, наверное, несколько недель назад ребята, которые тоже занимались помощью бомжам, кормили их на участие в пикетировании, ну и их посадили в тюрьму. И получается, что люди, которые надеялись там покушать с этими ребятами, у них этой возможности не оказалось. И мы их тоже пригласили к нам в столовую, чтобы они могли где-то что-то покушать теплое. Очень много вариантов, чем я занимаюсь. Еще молитва на ратуши есть. Есть очень интересный проект, который сегодня, кстати, мы были там. Прямо в центре Минска, на Площади Свободы, каждый день собираются люди, различные конфессии, просто чтобы помолиться о том, что происходит, просить Божьего благословения на нашу страну. И уже мы 6 месяцев там собираемся, кто как может. У меня в основном получается 2-3 раза в неделю там быть. Как-то так. Замечательно. Ну, давай вернемся к нашей теме, о свободе, да? Действительно, вот я слушал твою трансляцию, которую ты попытался сделать для того, чтобы я туда вошел. И ты очень четко подметил, что сегодня вопрос свободы – это вопрос не тольский. Мы видим, что и в России происходят определенные рождения и волнения, и в Америке тоже. И, как бы, с моей точки зрения, я вот просто хотел бы сделать такое заявление, я уже его делал, о том, что выборы в Америке украли. К сожалению, но это произошло, как бы, как сказать, не то чтобы незамеченным, но мировое сообщество решило так сквозь пальцы посмотреть на это, потому что очень уж им не нравилась личность президента Трампа. Ну, это отдельная тема, мы ее немножечко уже освещали у нас. Значит, свобода. Есть несколько определений этому всему, и я хотел бы, чтобы ты, как бы, где-то прокомментировал это все. Первый раз я услышал очень интересное заявление о свободе на удивление от бывшего члена политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Был некий Яковлев Александр Николаевич, и он сказал следующее, что свобода – это ответственность. И я просто был в шоке, потому что чаще всего под свободой люди понимают некую анагдрюцию анагдрюцию. Согласен ли ты с этим? Что для тебя значит свобода? Я, конечно же, этот пункт в свободе тоже есть. Ответственность обязательно, потому что если некоторые говорят, что я что-то делаю для того, чтобы получить какую-то свободу, у меня сразу вопрос возникает, а что именно понимаешь ты под свободой? И для меня, прежде всего, свобода – это выбор, возможность выбора. И каждый человек, он свою свободу выбирает, да, свободу делать что-то и не делать чего-то. И вот я читаю Библию, Слово Божие, и я понимаю, что мы все не свободны по-своему, мы все находимся в рабстве, и каждый человек выбирает своё собственное, можно сказать, рабство. И я вот подумал о том, что, наверное, проще начинать вопрос свободы с антонима. Антоним свободы – это рабство. И рабство предполагает, что человек делает то, что хочет его хозяин. То есть он не владеет в какой-то мере своим телом, своим временем, своими ресурсами. И получается так, что если я выбираю быть свободным, и выбираю быть свободным прежде всего внутри себя, и это сразу говорит о том, что у меня будет, скорее всего, анархия, потому что нужны какие-то определённые границы. Откуда я знаю, куда я собираюсь пойти? И христиане ставят в центр своей жизни Иисуса Христа, и они даже называют себя рабами Божьими. И это означает, что я отказываюсь сознательно от каких-то своих представлений о жизни, от своих представлений о том, что правильно, а что неправильно, и доверяюсь в этом Богу, который, конечно же, лучше меня знает, что хорошо, что плохо, потому что он хозяин этой Вселенной, он сотворил эту планету Земля, он сотворил меня, и он знает, что для меня самое лучшее. Поэтому для меня свобода — это прежде всего выбор в пользу Бога. Я выбираю быть послушным Богу, выбираю жить по Его правилам, и для меня наступает та самая свобода, свобода жить под руководством того, кто лучше меня знает, что хорошо, что плохо. Как-то так. Наверное, Путин объясняет. Ты очень интересную вещь подметил, потому что с точки зрения Зигмунда Фрейда, очень известного психолога, он сказал следующее о свободе. Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит. Ты сказал очень правильно, что мы стали, как христиане, как люди, рожденные свыше, мы стали рабами Божьими. То есть мы для себя определили какие-то границы, потому что в любой свободе должны быть определенные границы. Потому что свобода без границ, если так можно сказать, это анархия. Анархия – это хаос. А в хаосе ничего не может созидаться, но только разрушается. Когда мы ставим какие-то границы, люди уже чувствуют, как ты сказал, элементы рабства. Они говорят, а почему я не могу это сделать? И как Зигмунд Фрейд сказал, и поэтому они и боятся этой свободы, потому что знают, что за свободой есть определенные ограничения. Плюс к тому, конечно, мы знаем, разные есть понятия о свободе. Этика, например, говорит, что понимание свободы связано с наличием свободы воли человека. То, о чем ты и сказал. То есть это свобода выбора. В праве, то, что касается судебных вопросов, все остальное, написаны следующие моменты. Это закрепленная в Конституции или в ином законодательном акте возможность определения поведения человека. Опять же, то есть государство тоже выступает определенным ограничительным свободом. То есть оно дает свободу и в том же самом рим прописывает, что вот в этом направлении можно двигаться и все будет хорошо, а в этом нельзя двигаться, потому что это уже плохо. Но так как мы христиане, очень важно отметить, что такое христианская свобода. И ты об этом уже немножко сказал. Я хочу немножко только подытожить. Это все. Есть два места священного писания, о которых об этом говорят. Первое из них – «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Речь идет об Иисусе Христе. Если мы познали Христа и двигаемся в его учении, то он направит нас на то, что такое свобода. И второе – это записано в другом месте еще написание «Господь есть Дух, а где Дух Господний, там свобода». Согласен ли ты с этими утверждениями, что только истина может освободить, и где Дух Господний, там свобода? И как ты это в своей жизни пережил? Понятно, что я как христианин могу только «дай аминь» сказать на эти тексты из Писания. И Иисус правильно говорит, что истина освобождает. Когда человек находится в каких-то заблуждениях своих, в своих представлениях о мире, в своих представлениях о смысле его жизни, вот это называется уже и не свобода. Когда человек просто живет по каким-то своим мироощущениям, понятиям. И понятно, что если ты выбрал путь удовольствоваться какой-то неправильной информацией, этот путь вряд ли будет правильным. И вот мы, как христиане, читаем Слово Божие, верим тому, что там написано, и для нас это указатель того, что мы выбираем то направление, которое действительно приведет нас туда, куда мы и желаем, на небеса. И истина освобождает, освобождает, наверное, прежде всего, вот мы уже говорили немножко, от ответственности, наверное, в какой-то смысле. Потому что, когда человек без Бога, он берет на себя такую вот непосильную ношу отвечать за свою собственную жизнь. А мы, как христиане, говорим, ну, слава Богу, это не совсем моя ответственность. С одной стороны, да, конечно, Господь даёт нам жизнь и даёт нам возможность принимать определённые решения, а с другой стороны, у нас есть поддержка от Бога и указания конкретные, да, чёткие, что нам нужно делать. И у нас уже нет вот этого такого вот хаотичного движения туда-сюда, в разные стороны, попытки найти себя, найти своё предназначение, найти смысл жизни, определить, что такое свобода и не свобода. У нас уже есть определённые рамки, границы, у нас есть определённое направление, в которое мы можем идти. И для нас это огромное такое, можно сказать, облегчение, что ли. Я знаю, кто я, я знаю, кто меня создал, с какой целью, я знаю, куда я иду. И уже часть нож, вот эта часть груза ответственности, она снимается с нас, потому что у нас есть тот, который нас в этот мир призвал, и значит, мы ему можем доверять. Плюс свобода, я думаю, в любом случае не означает независимость. Мы зависимы в любом случае. Например, мы зависимы от своего тела. Если человек говорит, что я свободен, ну как ты можешь быть свободен, если, например, у тебя какая-то есть болезнь, которая диктует свои правила игры, и ты должен обязательно учитывать свою немощь какую-то в болезни. У нас есть какие-то ментальные бывают проблемы, которые тоже не дают возможности, например, раскрыть весь свой потенциал. Ещё интересная свобода у христиан есть, я думаю, от мнения других. В большинстве случаев человек принимает решение, основываясь на том, а что подумают люди, а что люди считают. И даже демократия, она строится, прежде всего, на принципе большинства. Что решит большинство? Но большинство очень часто идёт, написано, есть текст, «Не следуй за большинством на зло». Очень часто людьми манипулируют, вот как ты говорил, с выборами. Это, наверное, один из самых таких ярких примеров манипуляций людьми, когда людям несколько месяцев ездят по мозгам с таким вот намерением, чтобы человек в конце концов принял не то решение, которое бы он принял на трезвую голову при размышлении, при сопоставлении фактов, а принял то решение, которое выгодно тому человеку, который пытается пробиться в президенты. И люди часто выбирают именно потому, что их к этому подталкивает мнение других людей. А у нас, христиан, с этим чуть проще, потому что для нас первостепенным является мнение нашего Творца, нашего Бога, нашего Создателя. И уже тут гораздо проще. Ты знаешь, что Бог хочет от тебя этого, и ты в согласии с Его волей стараешься действовать. Не всегда получается, конечно. Очень часто и наше мнение начинает показывать свои фокусы. Но с Божьей помощью стараемся. С Божьей помощью стараемся. Наверное, я уже ушел от вопроса, который был. Не, 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 правильно. Хорошо. Смотри, ты уже немножечко коснулся того, что есть свобода для христианина, раскрыл так всю политику этой свободы и коснулся того, что такое свобода для государства. Начав говорить о том, что были факты определенной несправедливости, и мы можем открыто сказать, нарушение закона, которое привело к тому, что люди начали в Беларуси возмущаться. Да? Вот я хотел бы тебя спросить, как вот эти две свободы, да, свобода христианская, понимание христианской свободы и понимание, так сказать, светской свободы, как оно смогло соединиться вместе и как ты смог так активно влиться, условно говоря, вот в это вот стремление свободы. Насколько ты увидел необходимость свою в том, чтобы быть вот в этом потоке, я бы сказал, светского стремления к свободе? Ну, у нас в Беларуси, конечно, тяжелая ситуация вообще с этим словом свободы, потому что тот правитель, да, который сейчас находится де-факто при власти, де-юре, он уже как бы не правитель наш, он открыто заявляет, что он диктатор, а диктат означает, что свобода где-то по боку, да, мнение людей по боку, есть мнение одного человека. И у нас в Беларуси люди долгое время как-то, ну, старались, ну, сквозь пальцы на это смотреть, лишь бы человек сильно нам не мешал, то он что-то там делает, что-то суетится, что-то говорит какую-то чепуху, но лишь бы нам было за что кушать, во что одеться, и более-менее там какие-то блага, чтобы были какие-то машины купить, там, бэушную какую-нибудь, вот, потихоньку, наверное, всё-таки в какой-то мере пирамида Маслоу, она имеет место быть в человеческом обществе, когда удовлетворены какие-то базовые потребности, возникает желание перейти на какую-то новую ступень, когда у тебя есть что покушать, когда у тебя есть во что одеться, ты начинаешь задумываться, а что дальше, а что я хочу от твоей жизни, или, например, понятно, что любому человеку хочется, чтобы его уважали, его мнение, его жизнь, его выбор, когда каждый, сколько мы, раз в пять лет приходим на избирательные участки, и это просто какое-то цирковое шоу, у нас называется Центральная избирательная комиссия, ЦИК, люди уже давно называют это ЦИРК, потому что ничего, кроме смеха, мы там, ну, это не вызывает, потому что люди понимают, все, что происходит, это просто подтасовка фактов, и никакого отношения к реальности не имеют. И то, что случилось 9 августа у нас в Беларуси, людям настолько конкретно показали, что они ничего не значат, что их право голоса равно нулю, что люди просто не выдержали и решили, что пора с этим заканчивать. И я в восторге, наверное, от того, что сейчас происходит в плане изменения сознания, наверное, белорусов, когда я вижу, как люди меняются просто кардинально. Я всегда думал, что белорусы, ну, ой, белорусы — это белорусы, а теперь я говорю, белорусы — это белорусы, это те, кем я могу гордиться, те, кем может гордиться любая диаспора, ну, в любом месте диаспора белорусская. Сейчас «Я белорус» звучит во всём мире очень, можно сказать, гордо, потому что белорусы доказали, что они не просто где-то там в центре Европы существуют под диктатом какого-то странного товарища, они доказали, что они действительно нация, которая любит друг друга, которая готова мирно решать вопросы, которые наболели, и мне, как христианину, это очень, ну, симпатично, что ли. Плюс вот эта символика, которая сейчас у нас присутствует, бело-красно-белый цвет, очевидно, что корни этой символики христианские. Красный цвет для любого верующего человека, христианина, сразу же, ну, мыслька какая? Это кровь Иисуса Христа. А белый цвет это что? Это, прежде всего, это та праведность, которую мы получаем в Иисусе Христе не по своим делам, а благодаря тому, что Он умер за нас на кресте. И когда я это, ну, в принципе, это я уже знал давно, но когда я понял, что сейчас это людьми воспринимается особенно так остро, особенно близко к сердцу, я подумал, что я должен продемонстрировать вот эту христианин, христианин, ценность этой символики. Поэтому я повесил жалюзи у себя на окнах и уже за это отгрёб по судам. У нас оказывается, если у тебя жалюзи на окне в спальне висят, это одиночный пикет, массовое мероприятие, причём даже меня не было, когда приезжала милиция, у нас сейчас это милиция называется. Что это уже суду прошло по этому делу, Сергей? Уже прошло, но у нас было две встречи с судьёй первой инстанции, когда мы ему пришли на суд предоставили доказательства, что это всё-таки христианская символика. Он изучил, но всё это было опять же цирком в судебной инстанции, когда он просто достал потом распечатанный приговор. То есть по идее как судья выслушивает какие-то мнения, адвокатские заявления, мои заявления, потом он должен выйти из зала суда, принять какое-то осознанное решение на основании Конституции, наверное, из своей совести. И потом прийти и это всё представить нам. Он же просто выслушал и достал распечатанный готовый приговор. Мы с этим, конечно, не согласились, пошли на следующий круг, подали апелляцию, произошло то же самое, нас пригласили, выслушали, достали распечатанный приговор и огласили. И у нас сейчас будет третий круг, это уже будем обращаться к председателю суда, подавать апелляцию, уже вроде как без посещения суда, просто это будет обмен бумагами, а потом уже Верховный суд, по идее. Но это для меня интересно, что несмотря на происходящий правовой дефолт очевидный, все равно вы не теряете надежды и двигаетесь от инстанции к инстанции. Откуда настойчивая такая надежда, вера, что что-то может получиться? Веры и надежды нет. Но я как христианин должен действовать на основании тех законов, которые у нас не работают. И если я считаю себя невиновным, а я считаю себя невиновным, никакого массового пикетирования у себя в спальне я не проводил, и в жалюзи я могу вешать каких угодно цветов, даже не доказывая, что эти цвета имеют какое отношение к христианству, хотя очевидно для меня, что у меня это имеет отношение. Мы предоставили очень интересное доказательство, и мнение экспертов, которых я пригласил из трёх конфессий основных, православные католики и протестанты, написали о влиянии цветов, о символизме цветов в Библии, в истории церкви. Но я понимаю прекрасно, что никакие мои доводы не имеют значения, когда имеется у нас система не правовая, а телефонная. То есть судье звонят или пишут ему, какое решение я должен вынести, и он это дело выносит, решение выносит, независимо от того, какие доказательства ему предоставлены. Поэтому я это делаю чисто для того, чтобы сказать, что я не согласен, что я как христианин против неправосудия, отсутствия правосудия. И слова, которые я должен сказать, я скажу, и действия, которые я должен сделать, я сделаю. Даже если я понимаю, что это не будет иметь какой-то, ну, нет надежды на то, что все это будет справовым руслом. Смотри, еще один такой момент. Очень часто, когда мы говорим о свободе, мы говорим следующую фразу, что есть какая-то цена свободы, да, очень часто мы слышим такую фразу, да, такое изречение. Вот. И я знаю, что ты, будем так сказать, на собственной шкуре пережил цену стремления к свободе, особенно в самом начале, когда люди реально осознали, что их обманули на очередных выборах, и они вышли на улицу для того, чтобы сказать о том, что они не согласны с решением цирка, как ты сказал. И я знаю, что у тебя был очень интересный случай. Ты поехал молиться куда-то в город, вот, и если можешь рассказать поподробнее эту историю, что произошло дальше? Ну, я бы не назвал этот случай интересным, потому что, ну, когда меня бьют, это, ну, неинтересно. мы с братьями, у меня, вообще у меня в семье я и еще трое братьев, вот, и двое из них, мой старший брат, он живет рядом со мной, младший брат живет ближе там к центру Минска, мы после выборов, это выборы были 9 августа, мы 10-го решили поехать ближе к центру, просто помолиться. И приехали где-то в районе 7 часов вечера, у нас там есть концерт на зале Минск, вот, встали там на парковке, где можно парковаться, мы старший и младший брат вышли пообщаться, а я в машине сижу, на пассажирском сидении, пишу сообщения в церковный чат о том, что было бы здорово, если бы где-то к 9 часов вечера мы собрались, помолились в центре Минска, там на Немиге есть хорошее место у нас центральное, там стоит православная церковь, есть площадка перед ней, почему бы не прийти и не повалиться, вот, пытаюсь отправить сообщение, там у нас перекрывали доступ к интернету, пришлось воспользоваться специальной программкой, и я был даже не уверен, что это сообщение отправилось, но, в любом случае, поднимаю глаза и смотрю, что на меня бегут люди в чёрном, то есть они полностью маски, бронежилеты, всё чёрное, подбегают, рядом с машиной стоял ещё один паренёк, родственник моего брата, они валят его на землю, ну, очень грубо приказывают, чтобы, ну, он не сопротивлялся матами, вот, начинают его избивать дубинками, несколько человек подбегают ко мне, достают из машины, выдёркивают, я в этот момент успеваю, у меня телефон стоял на подзарядке, достать телефон, положить к себе в карман, меня тоже начинают избивать дубинками, завалывают руки, кричат, кто организатор, что ты здесь делаешь, вот, я им в ответ кричу, что я здесь просто подъехал, чтобы помолиться за Беларусь, они не верят, вот, и потом подъезжает бусик, они ездят на Volkswagen синих, без номеров, открывают дверь боковую, смотрю, а там уже лежат несколько человек прямо на полу, лицом вниз, получается, там узкий ряд, и там два человека вдоль лежит, и мне дубинкой ползи туда, мне пришлось по людям ползти в этом Volkswagen ложиться вторым ярусом, сзади лёг паренёк, родственник брата, поехали, несколько ОМОНовцев поехали с нами, я не видел, кто там что, потому что мне приказывали лежать лицом, уткнувшись в человека, который под низом моим, лежал под низом, и едем, а ОМОНовец, который сбоку, начинает снова на меня орать и кричать, чтобы я ему сказал, кто я, почему я сюда пришёл, кто организатор, я ему повторяю одно и то же, он мне не верит, я чувствую, как по моему телу побежал ток, он электрошокером начал меня пытать, то есть каждый раз, когда я повторял одно и то же, он снова и снова меня электрошокером бомбил, несколько раз в руки, в ноги, а потом начал со спины под лопатку в районе сердца, у меня сердце больное, меня даже в армии не взяли из-за этого. Вот, минут так 10 он надо мной измывался, потом понял, я ему говорю, что вы другого ответа не дождётесь, потому что это правда. И он понял, что от меня не дождётся, переключился на родственника, тоже его бил, пытал, чтобы тот сказал ему куда-то от телефона, и потом он посмотрел записи и увидел, что этот паренёк тоже 9 августа выезжал в город, ездил с моим братом на машине, там слушали песни, ну короче, ему этого было достаточно, чтобы очень серьёзно его начинать избивать. Вот, минут 20 мы так ехали, в конце концов подъехали в какой-то закуток, нас дубинками тоже выгрузили из этой машины, заставили стоять, расставив ноги широко и заломив руки повыше. Чего-то мы ждали, я не знал чего, потом оказалось, что должен был подъехать автозак, то есть это специальная машина для перевозки заключённых, вот, пока мы ждали, там этот ОМОНовец, ну я его не видел, потому что я, уткнувшись был, уткнулся в стену лицом, он постоянно унижал нас, матом разговаривал, и я помню такую фразу, он сказал, что если бы был сейчас приказ, я бы вас сжёг живьём, я подумал, ну вот как так можно? Я понимал, что вот в этот момент со мной может случиться что угодно, и никто не будет нести за это ответственности из них. Это вот такая вот безнадёжность, что ли, когда понимаешь, что жизнь может закончиться в любой момент. И с одной стороны мне было страшно, очень страшно, с другой стороны я смотрел на эту ситуацию как будто бы со стороны и понимал, ну я же не один, я же с Богом. И старался постоянно как-то молиться, постоянно как-то поддерживать контакт с Богом. Потом приехал автозак, а у нас там несколько модификаций, старая модификация, зелёная, там были какие-то окошки, которые, наверное, даже можно было открывать, не знаю. Подъехала новая модификация, серая автозаки, это металлическая коробка, в которой внутри всё поделено на такие отсеки металлические. И нас запихнули троих в один отсек, закрыли дверь и получилось так, что это просто металлическая коробка без света, без вентиляции. Единственное отверстие это было там небольшая дырочка сверху, и там сразу человеку стало одному из наших плохо, и я начал кричать в эту дырочку сверху, помогите человеку плохо, ну мне посоветовали заткнуться очень грубо, если я не хочу проблем. Вот, ну поехали мы, и чуть-чуть начало из щелей воздух поступать, а так вообще было реально, ну маленькая коробочка металлическая и воздуха нет, и все сидят избитые, один рядом сидит с накровавленными коленами, потому что его тащили по этому асфальту, я сижу, у меня сердце непонятно где болит, и воздуха не хватает. короче, ехали минут двадцать, приезжаем, нас приводят в какое-то место, это огороженное проволокой, кирпичные высокие стены, и там какие-то гаражи, много гаражей подряд, нас останавливается наш автозак, и омоновцы становятся линией вдоль с двух сторон выхода, и человек выходит, и они его дубинками бьют, пока он бежит к этому гаражу. Ну и нас так выгрузили, поставили вдоль стенки лицом к стене, и так мы стояли где-то часа полтора, руки за спиной, и каждого по очереди вызывали, там как-то девушка в милицейской форме записывала данные, фамилия, телефон, место работы, где проживаешь, вот, и там стоял какой-то человек, рядом с ОМОНовцами, который был одет в обычную майку, джинсы, но он и не командовал. И я сначала подумал, может, подойти к нему и сказать, что случилась какая-то ошибка, что, ну, надо меня освободить, но я понял, что он в курсе, что здесь происходит, и никакого сострадания я не видел в нём. И в конце концов нас, а, наши вещи там у нас забрали перед автозаком, чтобы загрузить нас, и потом, когда мы нас привезли к этому гаражу, это все вещи просто выбросили на асфальт, и каждому давали мусорный пакет, чтобы мы в этих вещах находили свои, и паковали в этот пакет из-под мусора. Вот, я нашёл, у меня там был только мой телефон с собой, и ключ от машины брата, мне его отдали, когда я садился, ну, когда меня запихивали в микроавтобус синий. Вот, а потом, ну, всё это время нас постоянно прессовали, заставляли молчать, не разговаривать друг с другом, постоянно были угрозы, что сейчас разное нехорошее с нами сделают, и я уже понимал, что вполне возможно, мы здесь проведём всю эту ночь в этом гараже на бетонном полу, это просто коробка из металла тоже, просто бетонный пол. И вот, когда всех опросили, они заставили каждого завести руки за спину и начали застягивать этими строительными пластиковыми жгутами. У них, наверное, не хватало этих наручников, и они этими жгутами затягивали. Я стоял самый крайний, поэтому меня начали, затянули руку, руки, пошли дальше, а я чувствую, что у меня становится всё хуже и хуже. И я чувствую, что у меня не хватает воздуха, и сердце болит. Я начинаю дышать, и я понимаю, что дверь гаража открыта, воздуха хватает, а мне не хватает. И несмотря на то, что мне было очень страшно обращать на себя внимание, потому что любое внимание с их стороны это удар с дубинкой, я попросил милиционера кого-нибудь позвать на помощь, потому что мне плохо. Сказал, что меня пытали шокером, у меня больное сердце, и он испугался. Побежал куда-то, оказалось, что на территории, а это оказалось потом территорией Ленинского РУВД, то есть это один из милицейских мест дислокации милиции мы находились, вот, там в уголке стояла скорая помощь. И сразу меня туда привели, начали капельницу сделали, начали проводить реанимационные действия. Мне становилось хуже, судороги появились, врачи говорят, что надо срочно увозить, потому что есть подозрения на сердечный приступ. Сначала ОМОНовцы не соглашались, потому что некому было ехать со мной конвоировать. Но потом поняли, что или человек может умереть, или же все-таки отпускать. И они разрешили вызвать вторую скорую помощь, которая приехала за мной, забрала меня. Пока я там лежал в этой скорой помощи, там еще одного человека привели, говорят, тебя избивали? Он говорит, нет. А потом говорит, ой, ну вообще-то головой по стене били. А оказалось, что у него там проблемы с сужающейся сосуды головного мозга, и у него он просто взял и его практически парализовало прямо там. Вот. Ну увезли меня в скорую помощь, и далее вернули мой телефон в последний момент, засунули в руку. Я смог наконец-то набрать жене и сказать, что со мной происходит, потому что там были сотни пропущенных вызовов. Вот. Привезли туда, а там толпы людей. Очень много в крови, люди с переломами, люди, которые просто лежат на каталках, а у я смотрю у человека три дырки. Вот на руке вырван кусок, на боку вырван кусок и ноги. Я спрошу, что случится? Он говорит, а как ты думаешь? Пули резиновые. Просто если пулей вплотную стрелять по человеку, вырываются куски мяса. Вот. Ну меня привезли, оставили, подключили капельницу. Потихоньку я там начал оживать, приходить с тебя, отдали воды, а в милицейском участке мне не давали воды. Вот. Кучу анализов провели. В конце концов прошло часа четыре. Говорят, что вроде твое состояние более-менее стабилизировалось, типа опасный момент прошел, мест нет, иди домой. А это уже где-то в районе трех ночи. А у меня телефон севший, денег, ни копейки. Пошел на остановку, кое-как дошел туда, сел, пытаюсь голосовать, никто не останавливается, да и машин почти нет. Вот. Ну, потом, в конце концов, так получилось, что нашелся таксист, который смог меня довезти до дому. А я даже не знал, что случилось с моими братьями двумя, потому что меня забрали, и я их уже не видел. И я сразу же узнал у своей, ну, у жены брата, где старший брат. Она говорит, ну, не знаю. Вот. Потом два дня искали их, в конце концов, нашли их в тюрьме Жодино, и их почему-то не включили в списки. Ну, это обычная практика, то есть берут, забирают человека и потом гоняют по всем учреждениям родственников, везде говорят, что такого человека нет. Вот. Ну, и у меня был такой вопрос, а что делать дальше? Ну, вот, со мной такое случилось. и первый вариант, который, конечно же, пришёл в голову, это спрятаться так, чтобы меня не нашли никто. У них протокол не был составлен на меня, и я надеялся, что, может быть, они обо мне забудут. Но потом я подумал, что, ну, неправильно это. Неправильно это скрываться, неправильно заниматься в такую позицию, типа, ну, лишь бы меня больше это не коснулось. И я, получается, приехал домой, помылся, думал, что смогу поспать, не смог поспать, потом покормил детей с утра и сел за компьютер и написал всё, что со мной произошло и выложил в интернет. Вот. Как-то так. Ну, что ж, твоя цена свободы понятна. у меня только один вопрос к тебе. Ты осознаешь разницу между стремлением к духовной свободе и стремлением к, так сказать, физической, светской свободе. Я очень сожалею, что я сейчас услышал, я понимаю, что передо мной сейчас живой человек, свидетель этому всему. И, наверное, сейчас я имею определённое моральное право сказать очень многим моим друзьям и знакомым в Белоруссии, которые, когда я видел эти кадры в интернете о других людях и все эти истории, пытался как-то вызвать к их разуму, к совести о том, что, ну, нужно что-то предпринимать и делать с тем, что происходит, какой правовой дефолт, мне говорили предвидительно следующее, а ты что, свидетелем был? А ты что, видел это всё? Мол, в интернете мало ли что могут показать. И я просто недумевал, я не мог поверить в то, что люди, а в основном я общался с людьми верующими, могут размышлять таким образом. Для меня это буквально означало следующее, у вас что, сердца нет? То есть, как? в этой ситуации не проявить сострадание, не сказать, да, действительно, как можно подделать эти моменты? Сколько нужно было бы людей тогда, чтобы сидели и все эти видео подделывали, да, как люди унижали, как над ними издевались? Это что, нужно было создать столько съёмочных площадок, чтобы как бы перевернуть эти факты? Аликс, представляешь, у меня под моим рассказом не один раз я видел, люди пишут, да ладно, это всё фейк, это придуманная история. То есть, я пишу свою историю, говорю, ребят, если хотите, я сначала не выкладывал свою, мне дали справку в больнице скорой помощи о том, что подвергся воздействию электрошокера. Я сначала её не выложил, просто, ну, не посчитал нужным, да и вообще моя задача была просто написать, что произошло. Потом люди начинают такое писать, я говорю, да пожалуйста, вот, а что дальше? И интересно, что ни один из них не попросил прощения после того, как я опубликовал справку в больнице. Да, и второй момент, вот, я хотел бы довести ту мысль, которая начинала до конца, несмотря на всё моё сочувствие этой ситуации, а нельзя ли было действительно остаться, так сказать, ну, дома, вот так скажем, да, ну, вне какой-то активной позиции, ведь ты уже понимал, что ситуация накаляется, да, а мы, как люди, стремящиеся к духовной свободе, мы могли бы собраться дома где-то помолиться или поехать к кому-то вместе и сделать такое, так сказать, молитвенное служение, и молитва там из какой-нибудь там серебрянки, юго-запада или ещё там откуда-то, она бы срабатывала в центре Минска, вот, ну, кто-то мог бы претензию тебе предъявить, а ты вот, зная всю серьёзность ситуации, попёрся чего-то там в центр Минска, ну, вот, так сказать, тебе и постигло. Как ты можешь объяснить вот это своё стремление быть именно в центре событий? Ты сначала спросил, мог ли бы я помолиться в другом месте? Конечно, мог бы. И это было бы гораздо безопаснее со всех позиций. Но вопрос, правильно ли это? У меня то, что ты сейчас говоришь, задавали вопрос не один десяток раз. Даже недавно мой дядя мне позвонил и говорит, ну, слушай, ну, есть же типа указания молиться в тайной комнате, а что ты вот в центр Минска всё стремишься? Я думаю, что я чувствую какую-то особую ответственность за то, что происходит сейчас в Беларуси. Есть такое слово, наверное, которое мы вот только-только начинаем изучать, понимать его — солидарность. Слово солидарность. Когда ты понимаешь, что люди выходят, когда люди отгребают, получают ранения, сроки, когда люди над людьми издеваются, когда людей даже убивают, тогда я ещё не знал, что уже есть умершие. Тогда уже 10-го как раз числа, когда мы вышли, был застрелен первый, наверное, протестующий, из такого ружья, которое резиновыми пулями стреляет, но которое можно использовать только... — Ты сейчас говоришь об Александре Тарайковском, да? — Да, 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 да. Вот. Я не знал, что может дойти даже до такого, но в любом случае я знал, может быть, могут быть средствия. Но это не означало, что я должен закрыться где-то в своей комнате. Я понимаю, что людям, которые выходят на улицы, им надо, чтобы они знали, что и христиане тоже не сидят где-то за закрытыми дверями, пристясь от страха. Они должны знать, что христиане верят в своем Богу настолько, что готовы выйти в центр Минска и молиться о том, что происходит. Я вполне понимаю и верю, что Господь слышит с любого места, где бы мы ни находились. Хоть бы это было место под Плинтусом где-то, самое безопасное. Но я вспоминаю, кстати, сегодня мы размышляли на эту тему, на ратуше, на площади свободы. Это, наверное, самое центральное место в Минске, где мы уже полгода собираемся. Мы размышляли, но на историю о Есфирии и Мордахее. Интересно, что Мордахей человек, который вполне осознавал, где он находится, а он находился в плену в Персидском царстве, и он осознавая это, давал инструкции, например, своей племяннице не рассказывать ничего о том, кто она, откуда она, но в тот момент, когда стал вопрос о том, что надо кланяться какому-то высокому сановнику, Аману, когда тот пожелал, чтобы все кланились, Мордахей отказывается это делать и отказывается это достаточно демонстративно, стоит прямо перед ним, он мог бы стараться избегать того же Амана, не ходить к дворцу, там, где ходит Аман, он мог бы хоть каким-то минимальным образом поклониться ему, но он это не делает, он стоит прямо, и он причем не даже не как бы не делает тайны из того, что он иудей, он заявил всем во всеуслышание, что я иудей и так поступаю, потому что я поклоняюсь только Богу, и это повлекло определенные последствия для него самого, а также зацепило весь остальной народ, был издан указ благодаря Аману, чтобы уничтожить всех евреев на территории этого царства, и казалось бы, Мардахей, уже пора как-то сбавить обороты, пора как-то попросить прощения, сказать, что осознал, что неправ, надо же как-то сделать так, твои действия не привели к тому, что уничтожится весь народ, но меня восхищает этот герой Библии, он настолько серьезно верил Богу, что не на пять не отступил, и благодаря его примеру были очень хорошие моменты случились, да, есть фирь, которая тоже боялась, да, есть фирь тоже, которая боялась, которая не знала, как она может помочь, она под руководством своего дяди совершила геройский поступок, тоже рискнула своей жизнью, и в конце концов это герои веры, да, они настолько чутко под руководством Бога сделали то, что должны были сделать, что потом случилось огромное благословение для всего народа израильского, который там присутствовал, они даже получили право всех тех, кто был против них, все те, которые были враги их, они получили право защищаться и даже уничтожать своих врагов. И я смотрю, читаю эту историю, понимаю, что если бы Мардахей струсил, если бы Мардахей начал играть по тем правилам, которые ему диктовали в тот момент, не было бы замечательного праздника Пурим, который сейчас недавно праздновали в Израиле, не было бы примера, который вдохновляет и радует многие миллионы и миллионы христиан по всему миру. Плюс моя дочка Доминика, она просто в восторге от этой истории и каждый раз просит на ночь именно ей рассказывать или включать эту историю. Так что я не знаю, я, конечно же, не Мардахей, но по мне так что можешь, что делай с Божьей помощью. Если можешь помолиться в центре Минска, если можешь высказать тем самым какую-то солидарность с теми людьми, которые выходят, которые стремятся к свободе, возможно, люди даже не понимают к какой свободе они стремятся и что такое свобода. Но, по крайней мере, быть рядом с ними и говорить о том, что для меня свобода — это прежде всего возможность быть с Богом и выполнять Его волю. Если ты не рядом с людьми, они тебя не послушают. Если ты выйдешь в прямой эфир на Ютубе или в Фейсбуке и тебя не видели на улице, и тебя не видели рядом, и ты скажешь, слушайте, ребята, давайте, вот я вам сейчас скажу, как правильно, тебя никто не послушает. Наверное, пока все. Я с тобой согласен. Мне интересно, вот прошло практически полгода, да, и когда первый раз ты вышел в центр Минска на молитву, пытаясь собрать людей, это была очень такая, как сказать, агрессивная реакция. Но ты говоришь, что вы продолжаете выходить в центр Минска и молиться возле ратуши на площади Свободы, и сейчас, я так понимаю, вас никто не трогает, то есть определенные службы, они не реагируют на вас никак или все-таки как-то, может быть, делают какие-то комментарии или что? Ну, я не совсем понимаю, почему ты выбрал слово агрессивно выйти в центр Минска. Не вы агрессивны, а вы говорили, что реакция была служб агрессивная в то время. Да. А вот, а сейчас вы выходите и, я так понимаю, что больше же вам руки никто не заламывает, то есть сейчас вам дают спокойно, как бы, молиться. То есть, или все-таки, как бы, находятся определенные, я не знаю, там, представители власти, которые как-то все-таки дают вам какие-то рекомендации или что-то еще? Понял. Каждый раз, когда мы выходим, мы выходим, можно сказать так, готовыми к тому, что мы выходим прямо в тюрьму. Потому что в любой момент нас могут арестовать, схватить и так далее. За несанкционированный митинг. Да, да. Уже не один раз на молитве присутствовали так называемые тихари. Не знаю, знаю, что это или нет, это люди, одеты в масках, которые постоянно курсируют в Минске по разным районам и которые натравливают потом этих ОМОНовцев, людей. Ну и сами участвуют в захватах. Вот. И я помню, однажды я пришел на молитву, стоят люди, которых я знаю, и стоит человек, одетый, вот, как типичный тихарь, вот, и он ничего не говорит, просто стоит. И я, как обычно, открываю Библию, начинаю что-то говорить, и я так, у меня постоянно вот этот внутренний, такое, внутреннее напряжение, потому что я понимаю, что в любой момент, если это тихарь, он может вызвать и произойдет нападение. И в конце концов, все, как бы, молитвы мы закончили, помолились, и только после этого мне дали понять, что это брат во Христе, который из другого города приехал, и он просто вот решил поучаствовать. Я такой, ну, слава Богу. Но вообще, я стоял с ожиданием, что вот сейчас буквально вот сейчас-час могут вымернуть из-за ковыка. Но это один такой, можно сказать, положительный момент, ну, когда ожидания не сбились, а реально тихарь были. И у меня за мной даже ходили после того, как я уходил с молитвы, мне потом говорят, как добрался, мы видели, как за тобой шел человек, тихарь. Вот. Ну, пока Господь сохранит. И наших несколько ребят, которые участвуют на молитве, их уже хватали и садили в тюрьму. Они после молитвы просто возвращались к себе домой, их схватили, залили глаза этим перцовым баллончиком и на неделю отправили в тюрьму, избивали, девушек тоже хватали. Так что, ну, каждый раз мы выходим, не зная, что будет дальше. я понимаю, что есть достаточно много людей, которые ставят себя достаточно активно сегодня в этом процессе стремления к свободе, потому что у меня очень много друзей из Беларуси, вот, и я вижу то, что они делают, то, о чем они пишут, то, как они реагируют на все события. И, конечно же, наверное, самым громким противостоянием, я бы так сказал, между властью и верующими людьми, это, конечно же, противостояние церкви, новая жизнь с их зданием, вот, и мы знаем, что 17 февраля все-таки пришли представители власти и захватили здание силовым путем, потому что церковь не согласилась добровольно передать их здание собственность церкви. Я вообще восхищаюсь этими людьми, я продолжаю смотреть их трансляции, они продолжают собираться каждое воскресенье возле своего здания, которое якобы уже не принадлежит им, вот, несмотря ни на что, несмотря ни на снег, ни на то, что это действительно опасно, опять же, эти люди, которые схватили тебя в августе и которые следят за вами у ратуши, я более чем уверен, что они следят и там, и могут, ну, для них ничего не стоит, значит, приехать на рядом определенным, необходимым, и, значит, завершить это мероприятие, но пока что все это происходит, меня это вдохновляет, для меня это и мордахей, для меня это, знаешь, твердость духа, потому что в советское время тоже были непростые времена, когда коммунистическая, значит, система, она подавляла верующих людей, ссылая их ссылки, гная их в гулагах, там, еще и еще что-то, вот, как для тебя видится эта ситуация с церковью новая жизнь? Ну, для меня эта ситуация очень, как бы, личная, что ли, потому что это все происходит у меня на глазах, как только, я, кстати, ехал как раз на ратушу, когда поступило сообщение из новостей, что начинается захват здания церкви, поэтому я решился сразу не ехать на ратушу, а поехать к зданию церкви и каким-то образом поддержать людей, и я написал в наш чат. То есть ты оказался свидетелем и этого мероприятия? Да. Я сразу же написал в чат на ратушу, что еду в церковь, люди начали молиться за меня, звоню жене, говорю, вот поеду, не знаю, что там происходит, может быть, даже заберут меня, потому что я знал, что они раньше, уже когда происходили такие подобные поползновения в сторону их здания, они просто брали пост, они ложились там просто на полу и каким-то образом пытались отстаивать мирным путем свое здание. Я подозревал, что если они сейчас это будут практиковать, то их просто запакуют всех и увезут в тюрьму. поэтому я звоню жене, говорю, вот я еду туда, не знаю, что будет дальше, она говорит, ну поступай, как считаешь нужным, только может позвони к какому-нибудь своих братьев. Мы все приключения в основном с моими братьями переживаем. Звоню старшему, старший не может, младший говорит, я может подъеду, но позже. Короче, мне пришлось ехать к дому. И я уже подъезжаю к зданию этой церкви на общественном транспорте, подхожу, смотрю, везде оцеплено, везде милиция. Я уже на всякий случай включаю камеру, иду с телефоном, снимаю все. и вижу, как люди верующие начинают выносить какое-то церковное имущество из этого здания. И я в таком внутреннем трепете, что происходит, начинаю узнавать, оказывается, они молились тем же утром и приняли решение не противиться злому. То есть они решили, они понимали, им конкретно дали понять, что если вы опять там устроите какую-то забастовку, голодовку, пост и так далее, просто всех запакуют и всех вывезут. То есть их ничего не остановит. И пастырь церкви принял решение, что Бог в любом случае будет в этой ситуации разбираться со злыми. И они просто решили не противиться. Поэтому просто там у них взяли сразу же приехали приставы, начали описывать все имущество, поэтому большинство того, что было у них в зале, там, где благослужение проходит, им ничего не дали вынести. Выносили они только то, что было где-то в коридорах, там, где-то в подсобных помещениях. Ну и я понял, что ну ладно, раз они так решили, значит еще поживем, еще, и еще, и еще, да. И помог им вывезти, то, что можно было вывезти, потом брат подъехал, мы его тоже машину запаковали, помогли. Ну и потом это было в среду, а в воскресенье мы уже с моим старшим братом подъехали на их служение тоже поддержать. Потому что я понимаю, что в такой ситуации ну это такая не очень наверное правильная позиция ехать в свою церковь, проводить обычное богослужение, в то время как церковь выселили из здания и она собирается у себя на парковке. То есть я думаю, это та же самая христианская солидарность должна быть в действии, когда мы просто с теми, кто в нужде с теми, кого обижают. Так что вот как-то так. Я понял тебя. Слушая твои героические истории, я бы так это назвал, и твое стремление к свободе, мне хочется спросить, вот ты уже немножечко тоже затронул этот вопрос, все-таки твоя семья, да, она не маленькая, твоя жена, твои семеро детей, как они реагируют на все то, что с тобой происходит, может быть, они говорят, послушай, пап, да остановись уже, а то, может быть, страшно, знаешь, то есть, или жена, естественно, я думаю, она переживает, и несмотря на то, что ты сказал, как бы, она говорит, ну, раз ты считаешь нужным так делать, то делай, а где-то дома потом тебе говорит, Сергей, давай уже успокаивайся, может, не стоит так, то есть, какая атмосфера в семье? Ну, когда я в августе уехал в центр Минска, меня жена конкретно останавливала, говорила, не есть, я боюсь, я не хочу, чтобы ты пострадал, но я помню, даже, когда я ехал уже в скорой помощи, я ей звонил сразу же на телефон, и говорил, ты знаешь, Светочка, зря я тебя не послушался, вот, но потом я уже с ней поговорил и говорю, Свет, ты же видишь, что Господь каким-то чудесным образом использовал даже вот эту очень болезненную для меня ситуацию травмирующую для того, чтобы люди начали, узнали о том, что происходит и начали молиться. Мне писали из разных стран, что молятся за Беларусь. И понятно, что одно дело, когда люди узнают это из новостей каких-то, это одно. И второе дело, когда люди лично меня знают и они читают мою историю. Это всё гораздо более лично воспринимается. И я вижу, что Господь использовал эту ситуацию для того, чтобы многие узнали о Беларуси и начали молиться. И понятно, что мои дети, они не в восторге переживать такие стрессы и узнавать, где папа. Папа уже в тюрьме или ещё нет. Или папу избили или ещё только собираются. И мы, когда возникла эта ситуация с жалюзи, мой старший сын не раз ко мне подходил и говорил, пап, слушай, ну давай уже, снимем. У нас есть старые жалюзи, которые мы до этого вывесели на окне. Давай повесим старые жалюзи и успокоимся. А я его попытался, ну так вот, по-доброму, без наездов каких-то, да, попытался ему объяснить ситуацию, попытался объяснить свою точку зрения, почему я так делаю. И в конце концов он, ну, согласился, что ли, и даже помог мне, вот у меня сейчас на окнах висят, у меня белая полоса, белая, красная, белая, и для того, чтобы не привлекать опять какого-то особого внимания органов внутренних дел, да, милиции, мы решили на красной части повесить белый лист бумаги и там нарисовать христианские символы. Сначала первая модификация была японский флаг, мы решили, страна вострять в солнце, в общем, все символично, мы хотим, чтобы над Беларуси взошло солнце правды, вот, нарисовали японский флаг, он мне помог, нарисовал сам, он у меня художник, вот, а потом, когда мы с японским посольством попытались какой-то контакт наладить, узнать их реакцию, вот как они смотрят на то, что простая белорусская семья вешает их флаг к себе на окна, дождались очень странной реакции, типа, мы здесь ни при чем, нас вообще не приплетайте, вот, мы решили, ладно, если японцы не с нами, если японцам это, ну, все равно, мы сняли первую, первую модификацию, повесили вторую, там сейчас у меня висят символы христианства, крест, якорь, альфа и омега, солнце правды, мы уже нарисовали белорусское, желтенькое, у японцев красненькое, у нас желтенькое, и там конкретно подписано солнце правды, и рыбка, христианский символ, внутри буквы, Иисус Христос и Бога Спаситель, вот, и мой сын вторую модификацию как-то опять, ай, папа, ну, что ты придумаешь, ну, давай просто уже успокоимся, но потом как-то снова мы с ним поговорили, и он помог нам якорь красивый нарисовать, все дети участвовали, все дети раскрашивали, так что я думаю, что, а, к тому же жена, мы с ней не один раз общались, и в конце концов, мне кажется, она просто поверила в то, что это не просто мои какие-то, ну, я не знаю, что я пытаюсь как-то себя, что ли, распиарить, или я пытаюсь как-то самоутвердиться, или, ну, популярность какую-то снискать, в конце концов, наверное, она просто поняла, что я по-другому не могу, что я не могу просто сидеть, и где-то в тихом уголке делать вид, что, ну, да, там несправедливость, да, я как бы против этого, но я буду в безопасном месте сидеть и ничего не делать, я так не могу. И я уверен, что если бы Иисус Христос сегодня в теле, в физическом, был в Беларуси, Он бы не сидел дома, Он бы тоже был где-то в центре Минска, и Он бы тоже молился, и Он бы тоже говорил людям правду, как Он это делал, когда приходил в храм, а Он мог бы и не приходить в храм. И когда Он выгонял тех, которые делали из храма дом торговли, Он не постеснялся их даже погонять бичами. Казалось бы, Господи, зачем ты это делаешь, зачем ты настраиваешь против себя людей? Но Он не постеснялся это сделать. И, ну, я считаю, что не могу я так просто сидеть. Я понял. Кстати, в каком возрасте старший у тебя? У меня, ну, вот у него уже скоро будет 18. То есть, у меня младший два с половиной. Ты еще не может двое назвать. Да, да. Но он у меня такой, он у меня флегматик, наверное, такой спокойный, тихий, что-то рисует, что-то думает, что-то слушает. Ну, кстати, его тоже же коснулось это все. Когда, после того, как решение суда, когда мне первый приговор вынесли, и даже не дожидаясь апелляции, послали во все наши школы, где дети учатся, запрос, чтобы с моей семьей провели профилактические мероприятия. А у нас, если в школу такой запрос поступает, причем там конкретно указали, что это моя статья 23.34 за незаконное пикетирование, у нас, если в школу поступает такой запрос, сразу же идет социальное, начинается социальное расследование так называемое. И вот социальное расследование у них там состоит из нескольких этапов. Это они приходят домой, смотрят, в каких условиях живут дети, они наводят справки во всех алко-нарко и других учреждениях о том, где мы состоим или не состоим, психологические характеристики детей, ну, короче, куча всякого нехорошего движения в сторону нашей семьи началось. Причем это вот началось, эта бумага была послан 21 января в тот момент, когда был вынесен первый приговор. И это совершенно незаконно, то, что они делали. Вот, и получается тот колледж, где мой сын учится, они должны были прислать представителей к нам домой, обследовать нашу обстановку, но у них что-то там не срослось, не получилось, и они взяли и сняли моего старшего сына с последнего урока и завели в кабинет замдиректора по идеологии, там у нее такая, ну, как бы, профессия замдиректора по воспитательной части и идеологии. И вот эта женщинка собрала вокруг себя еще троих, заперли двери и целый час моего сына, ну, можно сказать, пытали, да, всякими вопросами очень личными касающиеся нашей семьи, спрашивали, помогал ли мой сын в этой противоправной деятельности, то есть помогал ли он вешать мне жаль, я такой, слава богу, что я один сам, когда детей не было, повесил эти жаль и себе на окна, что никто не держал их, никто не стоял рядом, а также мы могли бы тоже опять какую-то приплести ерунду, вот, потом они конкретно его, ему давили, что флаг белокрасно-белый это фашистский флаг, и потом были даже какие-то угрозы связанные с тем, что если еще какая-то бумага на твоего отца поступит в колледь, будет рассматривать все вопросы об исключении, короче, ему настолько серьезно проехались по мозгам, что он приходит и я смотрю на него, обычно что ни спроси у него, у него все хорошо, а тут я смотрю, он какой-то вообще, ну, грустный что ли, какой-то подавленный, спрашиваю, Ванька, ну что это у тебя, все нормально, пап, слушай, проблемы, и как начал рассказывать, а потом все это рассказал, и потом, пап, это было не круто, я так понимаю, ну, действительно, это было не круто, я в таком шоке, в таком недоумении, как так, ему даже не дали возможности позвонить родителям, ему даже не сказали, что он может, во-первых, не отвечать на вопросы, он может в любой момент уйти, ничего этого ему не сказали, его просто заперли, и бомбардировали четыре взрослые женщины, ну вот, короче, потом еще был психолог у моего второго сына со странными вопросами, потом мы отказались уже от психологов, хватало всякого, то есть моя семья уже достаточно давно варится в этой каше, но мы продолжаем, продолжаем не сдаваться. Да, я вижу, что вы платите очень серьезную цену за ту свободу, которую вы для себя определили и которую вы увидели через Писание, и мне очень нравится эта позиция, что вы понимаете, что та свободу, которую даровал вам Христос, та внутренняя свобода, в которой вы живете, вы хотите донести ее до тех людей, которые живут вокруг вас, особенно в такой ситуации, когда действительно мы понимаем, что большинство, большинство белорусов сегодня хотят изменений, хотя мы понимаем, что как основные средства массовой информации пытаются врать и говорить, что на самом деле это все дело, это позиция, но мы-то понимаем реальную раскладку сил, и я абсолютно с тобой согласен, что мы, как люди верующие, должны показать пример солидарности и должны стоять вместе с теми, кто сегодня выступает против этой неправды, против насилия, против жестокости, и на самом деле Писание дает нам на это право называть вещи своими именами, и мне очень нравится, как один служитель, он говорит, мы не говорим о политике, мы даем этическую оценку ситуации, и мы, как люди верующие, именно этим и занимаемся, мы не лезем в политику, мы даем этическую оценку тому, что происходит, и если оно идет в разрез с общепринятыми нормальными нормами, которые, в принципе, в основе своей все равно черпают свою основу в Писании, в священном Писании, то мы верующим это так, как и есть. И в этом смысле я хочу задать тебе последний вопрос, чтобы наша программа не была слишком такая большая и затруднительная для телезрителей, чтобы смотреть ее. Значит, насколько ты доверяешь координационному совету, который сегодня делает определенные шаги, и я бы так сказал, все возможное для того, чтобы ускорить все-таки процесс приближения этой свободы Новой Беларуси, и как ты видишь сам будущее этой Беларуси в скором времени? Смотри, значит, во-первых, то, что ты сейчас перед этими вопросами сказал, я думаю, что у христиан, для того, чтобы у христиан появилось моральное право говорить людям о Боге, о истине, о пути правды, для того, чтобы у них это моральное право появилось, им необходимо делать что-то, то, что делают все остальные. Например, помогать заключенным, писать письма, я не знаю, участвовать в каких-то акциях, то есть показывать, что они где-то, они рядом, что они часть общества, того, что происходит, не происходит мимо нас. Мы в этом участвуем. Мы это участвуем, как христиане, которые на стороне добра. И понятно, что мы никак не можем одобрить то, что действует властей. И по поводу Координационного Совета вопрос такой, знаешь, непростой для меня, потому что большинство тех, которые там находятся, людей, я их не знаю. То есть это люди, которые просто заявили о себе, о том, что они готовы что-то делать для того, чтобы изменилась ситуация в Беларуси. Но понятно, мы как христиане смотрим прежде всего на плоды. Что происходит, когда эти люди что-то делают? Слова «хорошо», дело «лучше». Я вижу, как люди, которые в окружении Светланы Тихановской делают очень много доброго по отношению к белорусам, которые находятся прямо здесь в стране и которые находятся сейчас в, можно сказать, изгнании. Много белорусов были вынуждены уехать из-за давления, из-за того, что была реальная возможность сесть на огромные сроки уголовные. Они делают очень много добра. И поэтому я, конечно же, поддерживаю все эти добрые инициативы, которые исходят от Координационного Совета. Я очень благодарен Светлане Тихановской за тот труд, который она сейчас делает, несмотря на то, что ее муж сейчас сидит в тюрьме уже больше полугода. Она взяла с себя такую тяжелую ношу, которую она совершенно не собиралась брать на себя, но она взяла. Общается с европейскими лидерами, с американским президентом, я знаю, она общалась, пытается как-то подготовить почву для того, чтобы произошла мирная смена власти. И мы на ратуше очень часто молимся о ней, о том, чтобы Господь дал ей мудрости, чтобы Господь помог ей осознать, где правда, где путь правильный, чтобы она просила, обращалась к нему прежде всего, когда принимает какие-то решения. Вот. И молимся, конечно, за ее мужа и за всех остальных кузников в тюрьме, потому что это огромная трагедия не только для тех, которые в тюрьме находятся, но и для их семей. Например, Павел Северинец уже, если я не правильно помню, с 7 июня находится в тюрьме, он несколько месяцев это сделал в карцере, это просто бетонная коробка полтора на два с половиной метра, где нет ничего, просто бетонная коробка без окна, без окон. И как не сойти с ума в этой ситуации, я просто не знаю. человек продолжает верить, продолжает вот сейчас писать письма, ободряет тысячи белорусов своим примером. У него жена и маленький ребенок, который, я даже не знаю, помнит ли еще отца не по фотографиям или нет. И мы молимся о них, и мы знаем, что Господь их освободит, потому что Господь отпускает измученных на свободу. И мы сейчас измучены, и мы жаждем той свободы, которую может нам дать только Господь. И вот чем можем, да, если можешь хоть какой-то маленький шажочек сделать в ту сторону, даже хотя бы помолиться об этих членах Координационного Совета. Сделай это. И мы это делаем. Но ты веришь в то, что в обозримом будущем эти изменения могут стать реальностью? Конечно же, у меня есть и вера, и надежда, что это случится. Вопрос в том, что когда это произойдет, потому что пока никаких таких вот предпосылок, что будет передача добровольной власти, нет. Наоборот, идет наращивание истерии, наращивание вооружения, причем закуплены уже и летальные, много оружия летального, которого не постесняются применить, я уверен, при случае. Поэтому у меня одна надежда на то, что Господь вмешается в эту ситуацию и каким-то образом… Мы знаем много историй из Библии, а также просто исторических фактов, когда Бог вмешивался в ситуацию, например, тот же царь Ирод. Он просто был, умер от страшной о страшной болезни и никто не знает, когда Господь позовет, когда Господь заберет жизнь правителя, потому что мы знаем, что Господь дает жизнь и Господь ее забирает. Поэтому для меня, например, понятно, самый простой и, мне кажется, такой мирный вариант — это или человек раскаивается, говорит, «я согрешил, простите», или второй вариант, что Господь его каким-то образом убирает из нашей страны. А третий вариант, что какая-то добровольная сдача власти под давлением людей, ну, я вижу, что это такой какой-то нереальный вариант, потому что сейчас такого представить даже невозможно. Из того, что я вижу из тех новостей, которые сейчас нас окружают, каждый день людей хватает, каждый день вот недавно человека посадили на 10 лет просто потому, что он пытался уехать от людей в масках, которые даже не было понятно, полиция или нет, он просто пытался уехать и чутка задел одного из них, ему приписали, что он напал на полицейского, дали 10 лет усиленного режима. А там другим ребятам человек похлопал по машине, чтобы привлечь внимание, милицейской. Ему тоже дали несколько лет усиленного. то есть, там такой правовый беспредел, что просто не знаешь, как комментировать. Я знаю. Что ж, Сергей, спасибо тебе огромное за то, что ты не побоялся рассказать о себе, о твоей семье, о твоей церкви, о том, что происходит, я бы называл так, в нашей родной Беларуси, несмотря на то, что я уже давно живу в Америке, все-таки у меня там и семья, и друзья, и родные, для меня это моя родина. И, естественно, если бы ситуация поменялась бы сегодня, я бы с радостью приехал в мою страну для того, чтобы как бы что-то делать, делать хорошее. но я благодарю Бога за то, что есть такие люди, как ты, и я знаю, что вас немало, я держу связь с разными людьми, люди продолжают служить Богу, молиться, и стоять вместе со своим народом, и я считаю это очень важным, и я думаю, что для тех, кто сегодня смотрел эту программу, и для тех, кто еще ее посмотрит в записи, станет очень ясно и понятно, что же такое свобода, и что такое цена свободы, и что действительно это очень важные аспекты, и какие стороны они имеют. Я желаю добра, благословений твоей семье, чтобы Бог хранил тебя, вот, и от судов несправедливых, и от тюрьмы, и чтобы твоя семья, она имела успех во всем, и чтобы те сестра, которые сейчас собираются вам на компьютер, чтобы они были собраны, и ваша семья имела благословение в этом также, и чтобы никаких проблем больше не было ни в колледжах, ни в школах, нигде, и чтобы побыстрее в нашу страну ушла свобода Божья, и народ наш смирился пред Господом, и, как написано в Писании, что если мой народ смирится передо мной, то я услышу с неба и дам свой мир. Поэтому спасибо тебе огромное за участие в этой программе, вот, если у тебя есть еще что-то сказать напоследок, пожалуйста, у тебя есть несколько минут. Алекс, спасибо, что, несмотря на то, что в Америке ты находишься, ты, я вижу, душой в Беларуси, и я скажу так, что неважно, где Беларусь находится, в Беларуси или где-то в другом месте, мы в любом случае остаемся беларусами, мы остаемся семьей. я это уже почувствовал на себе не один раз. Я почувствовал это и с твоей стороны, и я почувствовал это со стороны других людей, которые физически не здесь, но они духом, душой, мыслями, сердцем находятся у нас здесь. Я очень благодарен всем тем беларусам, которые вынуждены жить в других странах, но прилагают все усилия для того, чтобы их родина, их Беларусь могла быть свободной, могла быть счастливой. Спасибо вам большое. Что ж, единственное, что хочется сказать, живи Беларусь, и спасибо всем, кто нас сегодня смотрел и слушал. До новых встреч в программе «Взгляд изнутри». «Взгляд изнутри».